Игорь Федорович, спасибо, что согласились с нами сегодня встретиться. Ответим на вопросы наших пользователей, действительно, первого городского сайта Воскресенск.ру. И, соответственно, первый вопрос. В октябре вы вновь были избраны на пост главы городского поселения Воскресенск, Воскресенск муниципального района. И какие у вас вообще рабочие планы на ближайшие пять лет? Какие трактические задачи вы хотите решать? Какие стратегические планы по развитию города у вас есть? Это слишком обширный вопрос, чтобы не ответить однозначно. Проще будет его опубликовать в средствах массовой информации и на сайте. Но в двух словах могу сказать одно. Первая задача на сегодняшний день у администрации, во-первых, сэкономить средства бюджета для того, чтобы по своим средствам выжить в следующем году, учитывая то, что в настоящее время проходит глобальный экономический кризис мировой, который, естественно, коснулся экономики и нашей страны, и нашей области, и, естественно, нашего района. Ни для кого не секрет. При публикации бюджета мы показали, что у нас бюджет сокращается и в доходной, и в расходной части. Причем в расходную часть мы решили гораздо больше. Стараюсь, причем, не задеть те аспекты, которые касаются отраслей социального обеспечения. Это и соцзащита, и образование, здравоохранение, культура, и спорта. Но все, что касается жизнедеятельности самой администрации, жизнедеятельности муниципал-гуманитарных учреждений, предприятий, было сокращено в расходной части максимально. Но, если брать глобальные планы, конечно, в первую очередь то, что волнует людей. В первую очередь людей волнует то, что нет у нас места в городе. Будем работать над тем, чтобы создать нормальную зону отдыха, хороший парк городской для того, чтобы можно было отдыхать. К сожалению, мы это не сможем сделать на территории традиционно привычного парка возле усадьбы Кривякина. Я уже объяснял, что это федеральная земля, и строительство любых капитальных сооружений на ней невозможно. По планам агентства по охране памятников Ускория Старины, там, значит, восстановить Восьмилучник, традиционный парк, который был изначально стонирован возле усадьбы, восстановить саму усадьбу. Но тут тоже возникают некоторые проблемы. Это касается взаимоотношений Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры области в плане определения владельца исторического памятника. Но, тем не менее, уже весной мы проведем культивацию почв. Ну, я так это называю, в принципе. Мы постараемся сделать так, чтобы растительность было как можно меньше, убрать листу, переплакать в эту почву и поставить хотя бы нормальные скамейки, нормальные места для того, чтобы с детьми могли гулять молодые мамы. Будем какие-то площадочки небольшие, игровые, съемные для детей. Может быть, какие-то аттракционы передвижные придумаем. Но это будет зависеть от того, насколько нам поможет это позволить экономической ситуации. Ну, кроме того, если брать вообще планы по городу, конечно, планируем в первую очередь привести в порядок наши дворы. Потому что сейчас отсутствие зимы лишний раз показывает. Невозможно пройти практически ни по одной внутриквартальной дороге. Даже те, которые отремонтированы, находятся в грязном состоянии. Потому что, к сожалению, места для стоянки машин при строительстве в советское время не предусматривалось. Машин стало больше, их ставят на газоны. Выезжая по раскисшей земле, вывозят все это опять же на дороге. Поэтому и грязь такая. Даже с учетом того, что листов в основном мы брали по осени и в начале зимы. Тем не менее, раскисшая земля, раскисшая листа создаёт обилие грязи на дорогах. Но то, что мы не успели до конца привести в порядок внутриквартал, во многом связано с тем, что до сих пор продолжается обсуждение с жителями, как должен будет быть его. Эта работа и будет продолжена. И совместными усилиями, конечно, мы сделаем так, чтобы были во дворах, в международных пространствах, будем говорить так. Потому что делать что-то возле каждой пятиэтажки поколенной, или возле каждой панельки железнодорожной, это будет достаточно сложно. Если объединить в один массив дворовой несколько домов, можно будет предусмотреть и место для стоянки машин, и место для отдыха пожилых людей, и место для того, чтобы занимались с детьми родители, и, соответственно, места под сушку белья и другие нужды, которые необходимы для людей, которые к этому уже привыкли. В планах также приведение в порядок комплекса докторовских прудов, в планах также реализовать те проекты, которые были у нас по микрооргану, построенную панельных домов по строительству спортивного комплекса, по строительству спортивной площадки отдельной, по возведению храма в южной части города, окончание работ по соединению дороги от Беркино на рабочую Спартака и дальше на Перхурово. Естественно, в последующем году мы же планируем завершить работу по Чемотровскому водозабору, по водозабору Фетровой фабрики, на Лопатинском, и в перспективе, конечно, привести в порядок водозабор Перхурово-Вострянска для того, чтобы в конце концов привести в порядок все, что касается Воскресенского, Медведка и в плане водоснабжения, потому что, конечно, все обещанное еще с советских времен и продолжающиеся до сегодняшний день, всего целого ряда обстоятельств, о которых я здесь говорить не буду, конечно, настраивать людей на то, что они крайне недовольны. В перспективе, в более дальней перспективе, конечно, и объездная дорога вокруг их комбината для того, чтобы убрать пробки на переезду. В перспективе, конечно, и развязка по Чемотровскому перегрестку для того, чтобы убрать аварийные случаи, которые у нас происходят постоянно на этом кольце. В перспективе и оборудование, ну, так называемого скотопрогона, как мы все называем, это проколба железной дороги в южную часть города. В перспективе, конечно, и строительство микрорайона на территории Красного Строителя, так ли у нас аварийный жилой фонд, там просто, вот, мне стыдно, я честно говорю об этом, стыдно то, что за предыдущий период мне так и не удалось привести в порядок или расселить хотя бы дома, которые с трещинами стоят по Форманово, по Очкасовской, по ряду других улиц вот этой части города. Ну, тем не менее, в перспективе все это есть, и я думаю, что уже со следующего года начнется реализация, несмотря на экономичную ситуацию. Ну, а все остальное более подробно можно будет. У нас есть планы, которые утверждены Советом депутатов. То, что я сейчас назвал, это в основном те задумки, которые есть у меня. Реально работают эти типы планов, которые утверждены Советом депутатов. Этим программам целевым, которые предусмотрены. Спасибо.